Ребят, всем доброго дня! Сегодня я буду укладывать плитку на кухонный фартук. Надеюсь, вы найдете время это видео посмотреть. Примерно год назад Максим показывал один из вариантов укладки. Там была стандартная плитка, сегодня будет вот такая вот плитка-кабанчик. Уже не совсем плитка, так как намного меньше, но еще и не мозаика. И есть свои тонкости, и в общей массе укладки этого фартука мы их обязательно обсудим. Также в одном из недавних видео мы начали знакомство с лазерным уровнем Bosch GCL 250C. И сегодня мы этот разговор продолжим более подробно и более развернуто. Но все-таки начнем мы с самого главного, касаемо фартука на кухне. И речь не о проводах. Выглядит довольно-таки угрожающе. Не спрашивайте ни меня, почему сечение 3,4 на розетке делали электрику не мы. Мы принимаем это по сваку. Я имел в виду высоту фартука от пола. Смотрите, стандартная высота фартука от пола 84 см, потому что раньше мебель делали 85 см. И плитка где-то на сантиметр заходила под столешницу. Естественно, я имею в виду от чистого пола. Если у вас пола нет, прибавлялась еще толщина плитки и толщина клея. Но, если вы заказываете кухню, как мы, например, в Икеа, то там вам должны предоставить чертежи. И вы свой фартук размечаете, исходя из этих размеров. Поэтому я отмечаю не 84 см, а 94 см. Это именно мой размер. То есть, край столешницы. С учетом того, что плитка будет немножко под нее заходить. Потом можно сделать плинтусы. Но это уже другая тема. Если вы их захотите установить, установите. Если нет, то нет. Все. То есть, мы дали отметку. Теперь возвращаемся к лазерному уровню. Итак, в моей комплектации это стандартная картонная коробка. Где есть удобный пластиковый вкладыш, куда вся начинка и вставлена. Лазерная ловушка. Затой поставим. Удобная платформа, о которой я сейчас расскажу. Четыре батарейки. Блок питания для этих батареек, куда они вставляются. Сумочка и сам уровень. Чем мне эта модель нравится? Можно использовать как батарейки, так и 12-ти вольтовый аккумулятор стандартного образца. Его можно отдельно докупить. И, если вы захотите, например, работать по монтажу потолков. Вот такие есть прищепки, которые покупаются тоже отдельно. В этой моей комплектации конкретно ее не было. Но я все же решил, что пусть будет, скажем так, полный комплект. Ладно, давайте уровень включим. То есть сначала у нас идет функция с зафиксированным мазником. То есть в этом положении линий не выравнивается. Соответственно, есть и самовыравнивание, как у любого другого себя уважающего лазерного уровня. То есть у нас выравнивается линия горизонта, вертикали, есть перекрестия и, не как гипсокартончик, особенно важный ответ. То есть именно в линейках Боша он, соответственно, доведен до ума. Вот это я вам могу сказать абсолютно точно. Но фишка, конечно, этой модели совершенно не в этом. Сверху давайте обратим внимание. У нас есть усиление сигнала, уровень батареи. Это удобно тоже. И блютуз. Вот блютуз мы включаем. На телефоне у меня уже установлено приложение Leveling Remote. Скачал в Play Market. Можно в App Store, как удобно кому. Соответственно, заходим в него. Коннектимся с нашим уровнем. И можно управлять. Перекрестие у нас включено. Можно выключить. Можно включить у нас вертикаль. Можно включить горизонт, отключить отвес. Все как у людей. Можно этим уровнем при желании управлять абсолютно дистанционно. Площадка очень удобная, кстати. Она магнитная, как вы видите. И поворачивается на все 360 градусов. То есть ваш уровень, вы можете разворачивать, как именно вам надо. И на любой возможной высоте, если под рукой есть металл. Итак, оставляем линию горизонта и выставляем ее по нужной нам отметке. Для чего я это делаю? А вот это хороший вопрос. Именно с этой линии, как вы понимаете, и начнет укладку. Снизу вверх. Мы обычно по периметру, по этой отметке, накручиваем профиль 28 на 27. Так удобнее плитку потом клеить. Плитка у нас, кстати, не тяжелая. И можно ее начинать клеить без профиля. Ну, привычка вторая натура. Поэтому я профиль все-таки для, собственно, спокойствия и удобства накручу. Стены у нас из пеноблока. Поэтому будем крепиться обычными саморезами. 3,5 на 25, можно взять на 35, лучше даже по дереву. И профиль спокойно прокручиваем. Если нет, то, естественно, берите забивные дюбели 6 на 40, 6 на 60, которые подойдут конкретно в вашем случае. Для удобства, кстати, можно пройти, ведь мы то и дело, грубо говоря, своей головой же, перекрываем линию, поставить контрольные отметки и уже по ним ориентируются, когда накручиваем профиль. Ну, а теперь просто берем профиль, шуруповерт и идет. Что еще входит в подготовку перед укладкой? То есть мы закрепили профиль и в обязательном порядке надо пройти все в рабочую поверхность, грунтовка глубокого проникновения. Ею не пренебрегайте. Также я на двух своих стенах развесил раскладку. Она у нас будет интересная сама. Раскладка, укладка, называйте, как хотите. То есть елочкой целая, две трети, одна треть. Фактически как на ламинате. Также будут вкрапления с декорами. Поэтому нам надо этот момент учитывать и, скажем так, вспышку не пропустить. Теперь я иду замешивать клей. Клей обычно замешивается два раза. Замешали, далее настояться еще раз замешали. Густота, ну, в этом случае скорее жидкая, чем средняя. Потому что укладывать мы будем, учитывая габариты плитки, на ребенку зубчатый шпатель в 6 мм. Не люблю вообще 6 мм, обычно все-таки 8 мм, но все-таки действительно она маленькая. И мы будем делать именно на этот шпатель. Также я, хотя большой приверженностью СВП-систем, сегодня их в кадре не будет. Потому что, ну, слой маленький, систем надо огромное количество. Они при таких слоях не очень работают. И поэтому я воспользуюсь старыми добрыми крестиками. Конкретно по этой плитке здесь неплохо подходят крестики в 2 мм. Ну, а теперь давайте потихоньку начинать саму укладку. Начинаю укладку со стены, где нет розеток, чтобы показать сам принцип главный. С розетком еще вернемся. Но пока именно отсюда. Нашу сначала на стену аккуратно. Немного буду выкладывать, где-то гнать по 3 ряда. Для удобства, кстати, лазер включаем. И на третьем ряду проверяем линию в резонте. Это тоже не помешает. Под ногами я приготовил сразу декоры. Их 5 штук. Все увидите. Тут главное какой-то момент не запуститься. И грязенки стягиваем под одним углом. У меня это где-то 45 градусов. В одном направлении. Слишком много сразу. Наносить не надо. Клей довольно живуч. На стене особенно если загрунтуете. Как я вам рекомендую. Не оставляйте пробелов, потому что плитка маленькая. Чем больше пустот, тем хуже. Лежки по ней снимаем, потому что там они будут, грубо говоря, плитки отпирать. Смотрим на раскладку. Начинаем с целой плитки. Потом 2 третьих. Потом 1 третьих. Ставим вплотную к углу, не прижимаем. Где-то полсантиметра отступаем. Придавливаем. Единственное, ребят, сейчас я не приготовил, но всегда под рукой держите мокрую ногу, чтобы сразу там нужно делать, распирать. Сейчас начнем укладку и втянемся. То есть берем 2 третьих плитку, ставим на нижнюю, прижимаем и берем в руки крестики. Старые добрые крестики. И по 2 на каждую сторону ставим угла. Я надеюсь, все идет. Берем теперь 1 треть. Давай теперь поближе чуть-чуть. И прижимаем. Подведем. Такая лесенка удобна, в принципе, при укладке, потому что нам не надо вертикальные швы выдерживать. Только горизонт. То есть вот я 3 плитки положил. Включаем лазер. Штатьи выдвигаем на нужную высоту. Поднимаем. Максимально точно по краю верхней плитки. Вот, отлично. И теперь, то есть кладем, кладем, проверяемся по третьему ряду. Поставил камеру чуть поближе, чтобы вам было удобнее. Ставим, прижимаем. Прижимаем хорошенько. Крестиками. Выравниваем. Под рукой также всегда держим пластиковые плитки. То есть они вот так вот выглядят. Видите, сразу, если идут небольшие перепадики. Плитка редко бывает идеальной геометрии, поэтому себя проверяем. У нас на первом ряду никаких декоров нет. Пока смело. Несколько сразу укладываем. Ребят, теперь декор. Мало того, что декор может потом отличаться от основной плитки. В нашем случае так и есть. К сожалению, зачастую и размеры, то есть ее геометрия совершенно другое. Поэтому, когда укладываете декор, особенно если их на плоске много, себя перепроверяйте еще чаще, чем с обычной плиткой. То есть я вот вижу, что он чуть-чуть больше. Вот прям. Вы уверены в этом? Я в этом уверен. А я тебе это гарантирую. К бабке не ходи. И здесь мне придется немножко поиграться на швов. И смотрим сразу на линию. То есть этот у нас, плиточка уже чуть пониже. Соответственно, посмотрели, где можно немножко разогнать. Смело это делаю. В этом случае, если как бы мы немножко разгоняем, особенно полезны всегда получаются клинышки. Разогнали. Но опять же, разгонять надо без фанатизма. Если там доля миллиметров, то это терпимо. Если больше, то надо думать. Вот наш второй декорчик. Тоже симпатичный. И уже продолжаем дальше. Ориентируясь на линию под три ряда. То есть я прогоню в эту сторону три ряда. И следующий три ряда. Там у нас, по-моему, сейчас скажу, что не Сара. Три, восемь. То есть эти три, еще три. И потом последний, завершающий два ряда. Оп. Кстати, вот вертикальный при желании можно даже как бы формировать на глаз. Потому что вы видите отлично, как здесь толщина шел. Вы можете его спокойно, в принципе, формулировать без крестиков. Тут никакой проблемы нет. Учитывая, что идем всего тремя рядами. Сверху клей прошли. Обязательно счистили. Если торцы плитки грязные, то взяли губочку. Или пальцем в перчатки. Кстати, перчатки одевайте. Потому что клей содержит агрессивную щелочь. И будет вам кожу уничтожать так потихоньку. Вот. Теперь давайте я камеру поставлю чуть дальше. И на ускорение, пока не сядет батарейка. Она у меня уже на излете. Посмотрим. И уже перейдем на следующей стене. Более интересным моментом. Точнее, даже не интересным. А сложным. Который никто не любит. При помощи чудес монтажа. Перенесли чуть вперед. И одна стена нашего фартыка уже готова. Получилось по-настоящему симпатично. И давайте подведем итоги. Высота фартыка, если кого-то эта информация интересует. 60,5 см. 8 целых маленьких наших кабанчиков. Ушло 150 крестиков. То есть одной пачки крестиков, если вы возьмете. По схожему сценарию будете работать. Не хватит. Тут у нас две пачки. Но, когда мы начнем вторую стену. Старые крестики, начиная с начала укладки. Можно потихоньку на ту стену пересажать. То есть две пачки хватит за глаза. Ну и, как я говорил. Начинается проблема. Проблемы у вас будут. Проблемы. С чем они связаны. Я начну на противоположной стене продолжение укладки. То есть здесь у меня идет целая плитка. Соответственно, начинаю с целой плитки. Здесь идет две третьих. Соответственно, втором ряду будет одна третья. Как продолжение поворот этой плитки. А где одна треть, будет две третьих. Логично? В принципе, логично. Я думаю, логично. Но давайте возьмем одну плитку. Посмотрите внимательно на конфигурацию самой плитки. Она как бы идет со срезанными краями. И если плитку приставлять вплотную... Давайте камеру переставим. Получается по краям плитки сверху и снизу небольшие щелочки. То есть она тут посередине вплотную, а здесь щелочки. Что с этим можно сделать? В этом случае я взял алмазную чашку и плитку аккуратненько посередине подточил. И теперь у меня получается идеальный стык без всяких зазоров. Заебись! Четко! И самое неприятное это подрозетники установлены на второй стене. То есть у нас их 8 штук. Засверливались немые. Электрик, соответственно, у него были свои привязки. Сейчас получается, что, по сути дела, вокруг них все плитки, которые подходят, будут немного подрезаться. Да даже если бы подрозетник ставили, то есть по плитке, ее пришлось бы распиливать полностью. То есть подрозетник уже чуть больше, соответственно, рамки в любом случае заезжали на другие плитки. Как это делается? По сути дела, я выложил, получается, соседние плитки. Давайте так быстренько возьму два крестика. Ставлю, как плитка будет. Сформирую. То есть с нижними подрезками все понятно. С верхней тоже не надо повторять контуры, то есть округлые подрозетника. Главное, чтобы были свободны вот эти, доступ был к отверстиям, которые закручиваются в саморезке, когда крепятся внутренности. Самое сложное, по сути, вот эта подрезка и которая у нас идет после подрозетника. Я легко расчерчиваю сначала границы, замеряю и просто. Если она будет опилена чуть шире, ничего страшного. То есть рамка, все это спокойно прикроет. Слишком просто сильно не надо разгоняться. А внизу, так тут вообще проще. Мой ботипаф, такие полоски легко нашинковые, как и верхние. Да, возможно, кто-то спросит, чем отрезать. И это делается не чашкой алмазной. Беру тонкий отрезной алмазный диск и спокойно пропиливаю. При необходимости чашкой подравниваю. Ну, когда это подрозетники, в принципе, в этом нет никакой необходимости. Вот эти все вещи мне придется поштучно вклеивать, красиво обходя весь блок. И лишь потом смогу вновь разгоняться. Но ничего страшного. Давайте я сейчас блок вырежу за кадром. И уже потом поставим камеру подальше и посмотрим. Итак, ребят, сама укладка закончена, как вы видите. Уже вечер. На следующий день для тех, кто плитку никогда не ложил, не клал, напоминаю, что швы надо обязательно почистить, вытащить все крестики, взять деревянный клинушек и все аккуратненько на керамической плитке пройти так, чтобы у вас края плитки были чистыми. У нас на канале есть видео по затирке швов и подготовке, то есть очистке. Поэтому, кому надо, туда ныряйте. Уже саму затирку показывать не буду. А то хронометраж, я боюсь, и так будет огромным. Что еще можно сказать? Да, для новичков напоминаю, что под гребенку можно класть, если только стены у вас вертикальные, то есть у нас штукатуренные стены по маякам. Соответственно, в этом случае можно плитку класть на гребенку. А вот такую маленькую плитку только на гребенку и можно класть. Иначе как вы будете клеем ее выравнивать. И еще один момент, давайте я вот сюда вас переставлю. Логично, если вы укладываете плитку лесенкой на фартуке, то у вас так или иначе будут рваные края. Если мы стену докладываем до конца, то, естественно, делаем подрезки. Здесь холодильник, поэтому в этом нет необходимости. С дверью еще более-менее понятно. То есть, когда она устанавливается, ставится обналичка. Мы просто к этой обналичке так же подрезками подходим аккуратно. Без обналички будет сложно. Надо знать точность и размеры. А где зона вытяжки, там, получается, будут резанные края по периметру. Надо обязательно продумывать вариант с каким-то окончанием или уголком. Это тоже не забывайте. Ребята, на сегодня все. С вами были парни из камня. Делайте своими руками. Хорошо. До встречи. Пока. Да ладно, все. Сейчас. Ребят. Ребят. Котят. Также совсем недавно. Также в одном из недавних видео я начал знакомиться у вас. Также совсем... Также в одном из недавних видео я продолжил... На вашей плоскости вот этот момент держите в голове и себя проверять. Там... Ого. Как и обычно. А сделать надо... Ха-ха. Хорошо. 61 сантиметр. То есть 8 плиток целых. И это, в принципе, в принципе, ебать. И высота фар, сука, по факту, что ишь, блядь. Сука косноязычная, блядь. Ладно. Сука. Т47 сантиметр. Ха-ха.